Ему пять, ей чуть больше. Его, как самого младшего, любят и прощают многое. А она вынуждена всегда провоцировать окружающих, чтобы привлечь к себе внимание. Лёля и Минька – брат и сестра, два родных и вместе с тем постоянно конфликтующих маленьких человека проживают вместе со зрителями целую жизнь. Шесть историй воспоминаний, шесть событий, которые наложили неизгладимый отпечаток на всю их дальнейшую жизнь. Подарок судьбы, когда такие роли. Где здесь можно и куражиться, и по спектаклю Лёля проходит от возраста, грубо говоря, совсем детского, до взрослой женщины, которая уже имеет троих детей. И это, конечно, эволюция некая и смысловая. Это интересно играть. В принципе, в конце Лёля совсем другая. Это секундное перевоплощение из девочки с кудряшками во взрослую женщину, умудрённую опытом. Своими заботами, проблемами. Спектакль «Лёля и Минька» по одноимённой книге Михаила Зощенко рождался по признанию актёров непросто и, как говорится, в муках. Споров было немало, да и работу над образами лёгкой не назовёшь. Очень сложно было найти этот персонаж, этого персонажа, этого маленького мальчика, который тут же перерастает в сорокалетнего мужчину. И как это, перейти сквозь это, через это временное пространство. И как вообще себя ведёт в той или иной ситуации пятилетний ребёнок, семилетний ребёнок и сорокалетний мужчина, было понять довольно-таки сложно. Но когда я понял, что мне далеко ходить не надо, это моё, это я, у меня вот самого старшая сестра, и всё, что происходило между Лёлей и Минькой, мне это прекрасно знакомо, во всех красках и картинках. Вот, поэтому просто приходилось что-то вспоминать. Персонаж Миньки автобиографичен. Жизненный кризис Михаила Зощенко заставил его заняться психоанализом своей личности. И все детские воспоминания автора и легли в основу этой книги. Режиссёром Рузаной Максисян было найдено необычное решение роли отца Лёли и Миньки. Его просто не было на сцене. Но зато был голос, несколько демонический, который заставлял героев буквально съёживаться от страха. В течение двух лет я запрещаю Лёли и Миньки кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю. На Череповецкой сцене произошёл актёрский дебют режиссёра. Практически накануне гастролей Рузанни Максисян пришлось срочно вводиться в спектакль на роль мамы. Этот опыт для меня многое открыл ещё и в понимании того, что, собственно, мои актёры делают, благодаря моим выдумкам. Они герои просто. Смотрелся спектакль на одном дыхании и затронул каждого, кто сидел в зрительном зале. Фестиваль «Золотая маска» с каждым годом всё выше и выше поднимает планку тех постановок, которые привозят в наш город. Впереди череповчан ждёт ещё два спектакля «Русский человек на рандеву» и балет «Золушка». Светлана Валивач, Сергей Павлов. Новости.